Почему именно так? В этом нам поможет экономист Иван Ус. Здравствуйте, Иван. Рады вас видеть. Здравствуйте. По мнению экспертов, вопрос седьмого пакета санкций поделился на две составляющих. Первая часть считает, что очень мало и хотелось бы больше, энергоносителей хотелось бы видеть. Возможно, действительно те же ювелирные украшения, раз речь зашла о золоте конкретно. А другие говорят, отлично, потому что чем будет больше этих пакетов, значит, будет просто легче принимать эти решения. И меньше времени уйдет на их согласование. Вы какой позиции придерживаетесь? И озвучьте свою, если она отличается. Приветствую, студия. Приветствую всех наших глядочих. Значит, по поводу позиций, я скорее приверженец второй позиции. Почему? Потому что действительно политика санкционного давления на Россию строится по принципу того, что постоянно должно быть что-то новое, не должно быть пауз в этом санкционном давлении. Поэтому как только вот час принят седьмой пакет, уже начинается работа над восьмым. Более того, я не исключаю, что в определенных институциях в Брюсселе существует, скажем так, план и девятого, и десятого пакета санкций. То есть, что это игра в долгую, соответственно, у них это уже приготовлены эти папочки, так называемые, с этими санкциями, и они будут. И это тоже необходимо. Почему? Потому что Россия должна понимать, что вот это санкционное давление, оно никуда не исчезнет. Что оно будет. Более того, оно не просто будет, оно будет нарастать. То есть, динамика будет сохраняться. И вот для сохранения этой динамики, для того, чтобы следующие пакеты санкций принимались, скажем так, проще, без излишних сложностей, без споров между членами Европейского Союза, необходима вот такая тактика. Да, я понимаю наших зрителей, которые очень бы хотели бы, чтобы все сразу же выложили. Но если все сразу сделать, Россия успеет приготовиться. По крайней мере, она может это сделать. А когда они будут знать, что вот через там две недели еще что-то будет, а потом еще что-то будет, им будет намного сложнее реагировать. Иван, а я бы хотел обратить внимание вот на что. Все последние месяцы российская пропаганда говорила о том, что санкции России нипочем, что мы большая, мощная страна, мы со всем справимся. А вот на днях на форуме в Петербурге Путин лично заявил, я цитату примерную воспроизведу, что санкции таки больно ударили по нашей экономике. Он привел в пример разрыв логистических цепочек, невозможность поставки оборудования в Россию. По вашему мнению, что из санкций, какие из санкций все-таки вынудили даже Путина уже признать то, что экономика России катится в бездну? Российская Федерация всегда с одной стороны заявляла, что санкциям нипочем, с другой стороны всячески пыталась снять эти санкции. Использовала любой повод для того, чтобы сказать, давайте вы снимете санкции, и мы будем что-то делать. Потому что действительно, я бы не выделил бы даже что-то одно, поскольку в данном контексте именно комплексный удар санкций имеет большое значение. Но если что-то все-таки попытаться, скажем так, подчеркнуть, то, наверное, это все-таки решение компаний, поставляющих важные для российской промышленности запчасти, выйти с российского рынка. Чему это привело? Потому что в мае месяца российская автомобилестроительная отрасль произвела автомобили на 96,7% меньше, чем это было в мае прошлого года. То есть практически угробили автостроение в Российской Федерации. Там еще остается какой-то процент, остается за счет того, что просто производятся автомобили, скажем так, того уровня, которого они были, наверное, в 80-е, может быть, 90-е годы. То есть без всех технических новшеств, без автоматической короткой передач, без других деталей, которые сейчас уже абсолютно нормальны. Этого нету в России, соответственно, в который раз мы вспоминаем заявление бывшего министра, по-моему, экологии России Митвиоля, который еще в начале этой войны сказал такую фразу, что россияне должны вспомнить, как ездить на лошадях, потому что другого варианта может и не быть, потому что самолет технически сложная вещь, зависит от частей Запада, они не поставляются, соответственно, забыли. Поезда тоже самое, автомобили тоже самое, вот лошади это, наверное, самое подходящее транспортное средство. То есть это была немножко шутка, но, знаете, если тогда казалось в феврале, что в этой шутке только доля шутки, сейчас кажется, что в этой шутке все-таки доля лишь правды была. Ну, я думаю, да, я думаю, простите, что здесь больше всего напрягся Сергею Шойгу, потому что он же оленевод, насколько нам известно по профессии. И, возможно, вот если только на лошадях придется ездить, то как же ему быть в этом случае? Ну, это было такое риторическое отступление. Иван, у меня к вам вопрос следующий. У нас Сергей Грабский, это военный эксперт, регулярно включается на Фридами, он недавно сделал интересный прогноз дальнейших действий. И вот он сказал, для того, чтобы Российская Федерация перевела экономику на военные рельсы, чего она не успела сделать до 24 февраля, надеясь абсолютно на другой ход военной операции на территории Украины, и успела сделать перегруппировку войск, может понадобиться от 5 до 7 лет минимум. И после чего она продолжит свое вторжение и дальнейший захват Украины, если все оставить так, как есть. Значит, военную часть мы обсудим, пожалуй, с военным экспертом. К вам, как экономисту, вопрос, действительно, может ли Россия сделать выводы и заняться переводом экономики как раз для ведения войны? И сколько времени на это у нее уйдет? Ваши прогнозы? Знаете, поскольку в Российской Федерации импортозамещение преимущественно существовало на бумаге, и как, опять-таки, неоднократно подчеркивали даже российские эксперты, что импортозамещение заключалось в том, что на тайваньские чипы клеилась наклейка, сделанная в России. Наклейку эту действительно делали в России, поэтому здесь вопросов нет. Все. А что касается возможностей перестройки экономики, знаете, где-то 21 апреля еще Центральный банк Российской Федерации выдал отчет о состоянии экономики Российской Федерации. И вот там очень аккуратно было написано фраза, что определенные товары, машиностроительные отрасли, которые перестали поступать в Российскую Федерацию из-за санкций, могут быть воспроизведены в Российской Федерации через три года. Запасов этих товаров осталось на несколько месяцев. То есть, по сути, Центральный банк России, это не истина, в последней станции, подчеркиваю, говорит о том, что минимум три года надо на то, чтобы как минимум воссоздать то, без чего экономика не может функционировать. Соответственно, переход на военные рельсы, о котором сейчас все говорят, в том числе и в России, я пока очень сомневаюсь в том, что он возможен, просто потому, что Советский Союз более, скажем так, существенное государственное образование по сравнению с Россией попытался это сделать, вернее, даже это сделал, и это привело к его краху. Россия экономически более слабая по сравнению с Советским Союзом, поэтому я очень сомневаюсь, что это ему удастся, поскольку даже те данные, которые мы получаем сейчас в состоянии экономики России, показывают, что они уже, скажем так, находятся в таком состоянии, очень подвешенном, и когда кто-то говорит, что где-то в октябре там возможен внутренний доход, напомню, внешний уже был, а вот внутренний, я очень даже верю, просто потому, что вот эти показатели, которые хоть Россия пытается закрыть, но все-таки они появляются в определенном доступе, показывают, что все там хуже, хуже, хуже. Иван, скажите, вот мы сейчас обсуждаем седьмой пакет санкций, когда мы будем обсуждать восьмой, и что, по вашему мнению, может в этот восьмой пакет войти? Смотрите, вот даже если мы берем седьмой пакет санкций, из него в последний момент выпали санкции против ВСПО АВИСМО, это крупнейший в мире производитель титан. Почему? Потому что европейская экономика еще не готова к этому. Но, поскольку я понимаю, тот факт, что в проекте санкций это предложение появилось и потом исчезло, это внутренние, скажем так, торги в самом Европейском Союзе, это намек тем, кто зависит от поставки титан от России, сказать, что ребята, давайте активизируйте свою деятельность и ищите альтернативные рынки. Напомню, что в начале войны Российская Федерация обеспечивала значительную часть поставок нефтепродуктов и нефти, собственно, в Европейский Союз, как и газа, и говорили тогда определенные представители европейского бизнеса, что мы не можем без российской нефти, без российского газа. Что мы видим на этой неделе? В понедельник Европейский Союз выключил соглашение с Азербайджаном, по которому поставки газа из Азербайджана вырастут с 8 миллиардов кубометра до 20-ти к 1927 году. Также была встреча Эммануэля Макрона с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, о чем, скажем так, тоже появилась информация, вернее, об этой встрече, о том, что там разговор был о увеличении поставок нефти с этой стороны. То есть, по сути, как только дается сигнал европейским компаниям, что, знаете, вот сейчас мы это убрали, но, скорее всего, это будет в следующем пакете санкций, сразу же начинается поиск альтернатив, и, как это ни странно, они находятся. Ну, мир такой, что практически нет монополиста, и просто главное желание искать альтернативный источник. Соответственно, я не исключаю, что санкции против ВСПВА появятся в следующем пакете. Также я все-таки ожидаю, что будет, как минимум, намек на то, что, возможно, санкции против других стран, которые не вводят санкции против России, что будут определенные вторичные санкции против них. Мы понимаем, что Российская Федерация пытается обойти санкции через некоторые страны, через те же Объединенные Арабские Эмираты, которые я вспоминал перед этим. И вот, возможно, возможно, намеки этим странам, в первую очередь, Объединенным Арабским Эмиратам, что будут санкции против них, ну и Китай тоже может оказаться в этом списке. Китай, кстати, старается не сильно помогать России. То есть в России есть надежда на Китай, но я так понимаю, что Китай не сильно спешит помочь. В Китае там вообще сулят ипотечный кризис, небывалых размеров размером 8 триллионов долларов, поэтому, да, еще за Китаем отдельно будем следить. Огромное вам спасибо, Иван Усс, экономист Булна.